Обеспечение безопасности населения – важнейшая задача для любого государства, независимо от того, чем занимается человек. Работает, сидит дома перед телевизором или отдыхает в развлекательных заведениях. Чтобы убедиться в том, что людям ничего не угрожает, сотрудники МЧС Крыма вместе с представителями прокуратуры изучают пожарную безопасность в торговых центрах. Начинается проверка с изучения документов, а затем сверху вниз. Пожарная инспекция осматривает все помещения в здании. Проводим проверку с изучением Министерства чрезвычайных ситуаций, в том числе и лаборатории, на предмет, как справится ваша сигнализация с чрезвычайными ситуациями вдруг, если будут они... Ну вот пока сразу видите нарекания, есть вот не слышно сигнализации, если музыка играет. Одно из главных требований пожарной безопасности – слышимость тревожного сигнала. Он должен быть хорошо различимым даже на фоне громкой музыки. В противном случае люди, которые отдыхают, например, в музыкальном клубе, могут даже не узнать о пожаре. Такая халатность приведет в лучшем случае к штрафам. В худшем пострадают люди. Однако, чтобы сигнал заработал, должны среагировать специальные датчики. По тревоге гости заведения покидают здание. Для этого необходимы указатели выход и маршрутные стрелки. Они есть практически везде, однако их не всегда легко увидеть. А что вот с указателями? Как выйти? Вот мы сейчас пытались эвакуироваться, а не получилось? Указатели-то наши, да. Наши, да. Кроме сигнала и указателей выход необходимо, чтобы на постоянном боевом дежурстве была автоматическая система пожаротушения. Именно этот пункт привлек особое внимание пожарной инспекции и прокуратуры. Как оказалось, не зря. Насос, который подает воду в систему и на пожарные гидранты, отключен. Как говорят представители владельца торгового центра, в случае чрезвычайного происшествия запускать подачу воды должен охранник. Представьте себе, что ваш сотрудник, у него сердечный приступ. И какая-то нестандартная ситуация, когда мы говорим о пожаре, но чрезвычайная ситуация. И он, соответственно, не сориентировался, не открыл задвижку. Система пожаротушения не будет работать, воды здесь не будет. Ну, она будет работать, потому что кроме сантехника эту инструкцию имеет запрос и имеет администратор. То есть три человека, так же самое, как и охрана. Одно из помещений, здание, которое можно признать практически полностью безопасными, является кинотеатр. По словам администратора заведения, все материалы соответствуют требованиям. А система предупреждения и оповещения о пожаре дает ясно понять, зрителям нужно выходить из зала. Экран тухнет, загорается аварийное освещение и таблички выход. Будет окончена проверка, дана оценка всем тем нарушениям, которые выявлены в ходе проверки. И после этого уже будут приниматься решения о тех или иных мерах реагирования, которых потребует ситуация и выявлены нарушения. Такими мерами реагирования может быть представление прокурора, которое подлежит немедленному рассмотрению и, соответственно, принятию немедленных мер по устранению нарушения. В случае, если совместная проверка МЧС и прокуратуры выявит серьезные нарушения, ответственным за пожарную безопасность придется отвечать по всей строгости административного кодекса. Кроме того, наказаны будут и должностные лица, которые, как положено, не проконтролировали исполнение всех требований пожарной безопасности.